МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старое новое здание для школы номер 60, где теперь будут обучаться дети-инвалиды и в селе родители, довольны таким предложением, интересовалась Ольга Арсунукаева. Застрелили прямо из арбалета, кто покушается на жизнь животных в частном секторе. Подробности материали Кристина Сосниной. Земля уходит из-под ног и из-под колес, где опасно ходить и ездить, увидел дежурный по городу. Судьба завода Улан-Удэ Стальмост вновь повисла в воздухе, обанкротившееся предприятие выставили на торги, но единственного покупателя забраковали. При этом в правительстве уверяют, что все под контролем. Напомним, под именем Улан-Удэ Стальмост оформлено два юридических лица. Первое в прошлом году признали банкротом. Но формально ему принадлежит все имущество завода. Сейчас оно под арестом. Торги организовали, чтобы второе действующее предприятие могло это оборудование выкупить. Однако в аукцион неожиданно включился еще один, ранее никому неизвестный участник. Это просто подставная фигура. Здесь дело не фамилии, не вымени абсолютно. Это просто попытка такого экономического саботажа, по сути, для того, чтобы сорвать торги и попытаться затянуть все это. И придать этому всему еще процессу некий такой политический оттенок. У нас есть определенные структуры, которые, понимаете, в течение вот этих десятилетий, они набили руку на разграблении предприятий. И мы видим массу примеров, десятки предприятий наших, когда станки, оборудование ценнейшее распродавались по цене металлолома. Понимаете, и в настоящее время, в общем-то, такая же история, в принципе, ждала бы и в Ландыст-Стельмосте. Заявку нового игрока отклонили. Однако известно, что в арбитражный суд поступил иск на признание данного отказа незаконным. На время спора торги будут приостановлены. Возобновить их намерены в сентябре. Продолжаем. Запретить вывоз российского леса в Китай. Идея не новая, ее то и дело обсуждает. В очередной раз тему поднял министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. По данным прошлого года, в Поднебесную уходят больше половины заготовленной в России древесины. При этом зашкаливает и статистика по черным лесоробам. Абсолютный максимум по незаконным вырубкам приходится на Иркутскую область. По мнению главы Минприроды, Пекин должен подключиться к решению проблемы. Иначе России придется пойти на крайние меры. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Министр лично попросил представителей правоохранительных органов более тщательно проверять факты черной вырубки леса. Китайской стороне предлагают обсудить строительство селекционно-семеноводческих комплексов, а также лесопосадки, чтобы восстановить то, что уже вырублено на корню. Впрочем, напомню, ровно те же предложения звучали и год назад. А в феврале этого года вести мораторий на российский лес также предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Полмиллиарда рублей получит республика в ближайшие шесть лет на замену медицинского оборудования. Первые обновки уже получили несколько больниц. Где и какие современные аппараты появились, узнаете, посмотрев наш сюжет. Исследования не отходя от кровати. До появления в больнице этого аппарата лежачих пациентов возили в отдельный кабинет. Теперь обследуют в любом удобном месте. В БСМП появилось не только мобильное УЗИ, но и семь аппаратов искусственной вентиляции легких. Естественно, чем аппарат современнее, чем больше функций он может выполнять, тем более эффективно мы можем проводить лечение в этой категории больных. Последний раз оборудование в палаты реанимации БСМП покупали шесть лет назад. А ведь ежегодно только здесь лечатся больше тысячи больных с инсультом. Именно эти пациенты остро нуждаются в современной медтехнике. Дышать сами не могут, а частая транспортировка опасна для жизни. Болезни сосудов и системы кровообращения в списке самых опасных недугов. Именно по их вине чаще всего умирают люди. И мы можем снизить смертность от инфарктов на 22% и больше. И от инсультов практически на четверть. На 25% это задача по снижению смертности. И в этом году уже идет реализация, уже идут поставки. И я уверен, что наши люди почувствуют повышение качества медицинского обслуживания. И меньше ущерб здоровью, больше сохранности жизни. По федеральному проекту борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями республика уже получила 76 миллионов рублей. На эти деньги оборудование обновит не только больницы скорой помощи, но и республиканская и гусенозерская больницы. В общей сложности должны закупить около 300 дорогостоящих медицинских аппаратов. Кристина Соснина, телекомпания «Оригус». Для школы номер 60 наконец нашли отдельное помещение. Новым его не назовешь, зато свое. Здание сегодня презентовали сотрудники мэрии. Без конфликта не обошлось. Ложку дек добавили родители детей-инвалидов, которым предстоит учиться в этих стенах. Их претензии и ответы услышала Ольга Арсенукаева. С первого, в начальных классах, я с Мишей вот так вот за ручку ходила в школу. Дорога знаний для детей-инвалидов более чем терниста. 27 лет среднее образование получали в тесных стенах 60-й школы по улице Смолина. В прошлом году здание признали аварийным. Родителям сообщили, детей переводят в новую, 63-ю, в сотые кварталы. Мы должны быть в центре. Мы не должны ущемлять права вот этих вот детей, массовых детей сотых кварталов. Законные права вот этих детей обучаться в центре города. Мы сейчас доехали, это ужас. Он устал уже, доехав досюда. Одних пугает отдаленность, других – возврат в тесненные условия. В 63-й школе обучается свыше двух тысяч человек. Мы боролись за права детей нашей школы, школы номер 63. Таким образом, мы добились финансирования, выделения денег на строительство пристроя сначала, а потом на строительство новой замечательной школы. Вот она стоит. В прошлом году в мае случайно я узнаю, что здесь еще, оказывается, есть на базе нашей школы, есть вторая школа номер 60. За счет этого у нас в прошлом году очень странно прошли скомканно все линейки 1 сентября. Потому что надо было вместить две школы. Мы этого не знали, и вот я только в мае об этом узнала. А сейчас выясняется еще круче ситуация, оказывается. Оказывается, здание то ли пристроя, то ли старой школы отдают полностью под 60-ю школу. Но опасения родителей комитет по образованию считает напрасными. Два здания – 63-й школы и старая. И новая в силах вместить чуть ли не 3000 человек. А с подвозом школьников обещали помочь. Те дети, которые будут нуждаться в подвозе с площади советов, их будут возить сюда на автобусе. Сюда утром никакой пробки нет. Транспортная доступность, минутная, скажем так. Затем мы будем оплачивать детям проезд до школы и обратно. То есть оказывать адресную помощь. Мы сегодня практически 12 миллионов выделяется детям на подвоз. Но очередной кровь для детей-инвалидов не станет последним в перспективе найти землю в центре города и построить здание. Ольга Арсенукаева, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». В пригороде Улан-Удэ домашнюю собаку убили из арбалета. Оружие хоть и разрешенное, но, как видим, весьма опасное. Взрослому хатташо хватило одного выстрела. Владельцы обратили заявление в полицию. Как продвигается расследование, расскажет Кристина Соснина. Выходит, а тут пёс стоит. У него стрела воткнута прямо в животе. Собаку подстрелили прямо в ограде частного дома. Питомца сразу повезли в ветклинику. Стрелу вытащили легко, а вот наконечник пытались извлечь 4 часа. Но сердце пса не выдержало. Умер на операционном столе. Все к нам в гости приезжали с ребятишками. Он также выпускали, знакомились. Никого он никогда не трогал, никогда не укусил. Все в ограде. У нас соседские ребятишки все в ограде. Футбол пинают. Больше всех от потери страдает старший сын Ольги. Пять лет назад, когда купили второго пса, он взял ответственность за щенка на себя. Бурбы, так звали хотошопа документам, с годами для Димы стал лучшим другом Бэхой. Утром выйдешь, солнце нагрело, горячее, на него лягешь, так тепло. Я больше всех плакала, потому что она со мной с самого детства была. Мы ее купили и мы как раз сюда заехали. Он как был щенком, так и остался в душе щенком. В этот же день родители написали заявление в полицию, приложив к нему и стрелу. В оружейном магазине сразу поняли, из чего ее запустили. Такие используются для арбалетов, что, кстати, может быть противозаконным. Согласно статье 6 Федерального закона об оружии, продавать и использовать без лицензии можно лишь арбалет, целый натяжение плеч которого не превышает 43 килограммов. Также в Российской Федерации запрещена охота со стрелковым оружием. Поэтому оно может быть использовано только для стрельбы по предметам в тире. Но в наших магазинах такие арбалеты не встретишь. На прилавках лишь те, что можно продавать без лицензии. Любому, кому исполнилось 18 лет. Арбалеты разные бывают, а стрелы практически все одинаковые. То есть арбалет может прострелить животное? Конечно. Заявление в полицию хозяйка собаки написала еще 13 августа. Однако участкового на месте преступления до сих пор не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Конечно, мы теперь боимся. Утром, каждое утро выскакиваем. Смотрим, где-то кто-то ночью проснулся, раз выглядывает. Как бы детей тоже стрельнут, не дай бог. Я даже вообще без понятия. Тут как бы никогда такого криминального. Это не криминальный район, всегда все спокойно тут. Переживают и надеются, что стрелка найдут. Получить срок за жестокое обращение с животными вполне реально. Не так давно в Бурятии три года условно получил мужчина, убивший кролика на глазах у малолетней дочери. На истязателя пожаловались родственники. Но ведь чаще живодеров нужно искать. Очевидно, для полицейских сверхтрудная задача. Ведь большинство таких преступлений остаются безнаказанными. Кристина Соснина, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Без перерыва на рекламу движемся дальше. И вот о чем вы узнаете в следующей части выпуска. Это старый асфальт, а там уже новые результаты программ благоустройства увидела Евгения Жировова. Про традиционную йогу слышали многие, но сейчас в интернете набирает популярность русская школа йоги. А что еще чаще всего обсуждали на этой неделе, в рубрике «Новости сети» расскажет Сергей Смоленинов. Очередная смерть на дороге. 37-летний водитель на «Тойоте Марк 2» неподалеку от села Харашибирь не справился с управлением. Машина перевернулась. 43-летний пассажир скончался на месте. Самого водителя с тяжелыми травмами пытаются спасти медики. За сутки в республике произошло более 20 аварий, в том числе и наезд на подростка. 17-летнего пешехода сбил владелец автомашины «Митсубиши Аутлендер». Это произошло накануне в полдень на улице Ботанической. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда подросток неожиданно выбегает на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. С травмами его доставили в больницу, после осмотра отпустили домой. Подобное ДТП произошло и на улице Комарова несколькими днями ранее. Буквально под колеса машины выбежала 10-летняя девочка. Я ехала со стороны улицы Родины 6, там был подход к машине. И ехала и слышала удар сбоку, с левой стороны полетается. Я вернула в правую сторону, я остановила. Ребенок оделся ушибом голеностопа. Родители просят поговорить с детьми и повторить правила перехода дороги. С начала года в Бурятии произошло 39 наездов на детей. В 8 случаях они произошли из-за неосторожности юных пешеходов. Осторожными нужно быть на любых дорогах и даже на тротуарах. Это настоящий провал. Городские улицы и дороги местами превратились в ловушки. Где небезопасно для пешеходов и автомобилей, теперь знает дежурный по городу. Ремонт после ремонта. Таковой требуется здесь, на улице Столичная. Несколько месяцев назад водоканал проводил реконструкцию своих сетей. Работы завершили, заасфальтировали, но, как говорится, не прошло и года. Ушла под землю практически целая автомобильная полоса. У нас, мне кажется, коммуникации просто... Или они ложат так их качественно. Без конца то протекает, то еще что. Поэтому это, мне кажется, уже как порядки вещей. Промыло. Слабый-то грудь, конечно, бывает это. Промывает, размывает там. К провалу уже несколько недель. Вот только опознавательный знак появился лишь накануне. Можно предположить, что остановили его автомобилисты, которые явно не раз попадали в эту ловушку. О, вон, смотрите туда. О, куда сечет, вот. Вот это что. Туда. Ну ладно, толщина еще такая, поэтому еще держится. Легче предупредить, чем после устранять последствия разрушения. Так решили здесь, на улице Красновлодская. Жители забили тревогу, заметив после дождя небольшое отверстие возле парковки. Это что же, сюда все провалится? С небольшого отверстия, скорее всего, начиналось и здесь, на проспекте Строитель. Однако теперь грунт обвалился сразу в двух местах. Рядом находится сразу несколько коллекторов и, скорее всего, проходят какие-то сети. Опасно. Дети-то, наверное, бегают здесь. Причины таких провалов и промывов, как правило, дожди. Вот только кто должен ликвидировать их последствия и почему не делают это вовремя, мы обязательно узнаем. А если вы столкнулись с проблемами и не можете решить их самостоятельно, звоните дежурному по городу. Будем разбираться вместе. Мария Красикова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». А тем временем в лондонских дворах продолжается ремонт. 75 миллионов в этом году пустили на благоустройство. Где-то уже появился новый асфальт, а где-то скамейки и урны. Евгения Жировова узнала, кто и как принимает выполненные работы и сколько еще объектов приведут в порядок до конца сезона. Это курвиметр дорожный. Он показывает метраж от бордюра до дома. Что показывает? 6 метров 30 сантиметров. Как и должно быть. По дизайн-проекту. С помощью этого прибора специалисты измеряют, сколько асфальта подрядчик уложил. Не обманул ли? Можно еще и толщину посмотреть. Если жители попросят, сделают вырубку. Что не так, придется переделывать. Срок гарантии 5 лет. Недочеты в плане того, что нужна планировка дополнительная. То есть разуклонка где-то не соответствует высотной отметке заданным. Но эти моменты все устраняются. В процессе подрядчик оперативно реагирует. Раньше всегда была проблема. Здесь скапливалась очень большая лужа. Было такое месиво. Пройти невозможно. Сейчас очень все замечательно. Этот двор отремонтирован по программе «Комфортная городская среда». В республике она действует третий год. В минимальном перечне работ – асфальтирование, установка скамеек и урон. Если жители хотят большего, новую площадку или тренажеры, тогда придется софинансировать. Но в Улан-Удэ таких примеров почти нет. Программа «Комфортная городская среда» немыслимо без трудового участия жителей. К примеру, здесь они могут побелить бордюры или посадить деревья. Список работ должна определить управляющая компания. В этом году приведут в порядок 37 дворов и две общественных территории. Площадь славы и сквер на стеклозаводе. Половина объектов сделаны. Большинство в железнодорожном районе. На остальных пока ждут окончания ремонта работ теплосетей. В некоторых проблемы создают сами жильцы. Стоят самовольные гаражи. И вот прям идет борьба. Чтобы убрать, то есть жители приняли решение, что эти гаражи на их территории не должны находиться. А хозяева не убирают их. А мы ждем. До конца сентября все ремонтные работы должны завершиться. Параллельно готовятся и к будущему сезону. Уже поступило более 50 заявок от жителей на благоустройство. Вскоре комиссии начнут выезжать на места и составлять дефектные ведомости. После этого создание дизайн-проекта и общественное обсуждение. Дворы, которым повезет, начнут ремонтировать будущим летом. На это выделено еще около 70 миллионов рублей. Ремонта ждет и сквер ровесникам, ушедшим в бой. Но как он будет выглядеть, во многом могут решить сами улан-уденцы. В сквере две зоны. Черный тюльпан и памятник Алдару Циденджапову. Облагородить их решили в следующем году. По федеральной программе комфортная городская среда выделили 10 миллионов рублей. Изначально предложили объединить обе зоны в одну. Там есть немножко, конечно, сложности. Общество, Российский союз ветеранов Афганистана, изначально были против, чтобы он объединял. Но в ходе обсуждения этот вопрос принят в повестку рассмотрения и будет учтен. Администрация города объявила открытое голосование. Оно продлится до конца августа. Со своими предложениями по благоустройству можно прийти в администрацию Октябрьского района или проголосовать на сайте. За следующей инициативой могут проголосовать только депутаты. Госдума рассматривает новые законопроекты для страны. Из интересного предлагают избавиться от шумного соседства, пересадить на новые автомобили и добавить дополнительный выходной. Четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью, правда отдаленной. О перспективе для россиян работать меньше, а получать столько же заявил на Международной конференции труда в Женеве Дмитрий Медведев. Эту инициативу поддержала и Федерация независимых профсоюзов России, направив свои предложения в Российскую трехстороннюю комиссию. Запретить россиянам ездить на старых автомобилях всерьез задумались законодатели. Идея в пользу нового экологически чистого транспорта, правда ее уже раскритиковали аналитики рынка. Между тем, по данным ГИБДД, больше 30 миллионов машин на дорогах страны старше 10 лет. И свыше 20 миллионов на ходу уже все 15. В спокойствии жителей ради запретить продажу алкоголя в ресторанах, кафе и рюмочных по ночам. Речь о заведениях общественного питания на первых этажах многоквартирных домов. Сегодня такой запрет распространяется только на магазины розничной торговли. Инициатива в Госдуму пришла из Удмуртии, ее рассмотрят на осенней сессии. Глава республики опробовал новый формат общения, он сам его так назвал. Алексей Циденов опубликовал видеоотчет по итогам последних поездок. Сейчас он в Москве, где должен провести заседание рабочей группы Госсовета по развитию региональной авиации. Алексей Циденов считает этот вопрос важным для Бурятии. И речь не только о доступности дальних населенных пунктов, но и рабочей нагрузке местного авиазавода. Готовимся к совещанию президента. Оно планируется 27 августа, где будем докладывать себе предложения. И надеюсь, что Владимир Владимирович поддержит, и что послужит дополнительным стимулом и к развитию оригинальных авиаперевозок. В начале недели глава республики встретился с индийскими бизнесменами на форуме во Владивостоке. Потенциал Бурятии представили в сфере здравоохранения и фармацевтики. Больше всего иностранных инвесторов заинтересовало местное производство искусственной кожи и тест маркеров на инсульт. На месте договорились о дальнейшем сотрудничестве. Работаем. Будут новости, подскажу. Ну как пользователи соцсетей оценили новый формат, можете узнать сами. Зайдите на страницу главы, а мы пока расскажем, что еще на этой неделе активно обсуждали в интернете. Всем привет. Активисты провели в ЛНД акцию «Мусорный след». В среднем один человек производит до полутора килограмм мусора в день. Если связать это ниткой, то получится целый хвост из отходов. В таком виде общественники и прошлись по улицам столицы. Автор флешмоба – блогер из Тувы. Она призывает всех повторить подобное, чтобы увидеть свой вклад в загрязнение. Главное, чтобы такой хвост при этом не отвалился. А то наследят, а разгребать кому. На этой неделе вспомнили и удивительную историю спасения маленького мальчика в Бурятии. 11 лет назад трехлетние братья-близнецы затерялись в лесу Заиграевского района. Один ребенок нашелся сразу, а Дениса Орлова искали трое суток. По ночам температура опускалась ниже 10 градусов. Но спустя три дня мальчика нашли живым. Подошел дяденька в белой одежде и сказал мне, что меня найдут, бояться не надо. Журналисты Заиграевской газеты «Вперед» решили снять фильм об этих событиях. И на днях выложили его в открытый доступ. Такие истории со счастливым концом – редкость. Поэтому всем, кому не хватает добра, к просмотру. Но и тем, кто любит пожестче, тоже есть чему порадоваться. Экипаж военных из Бурятии завоевал золотые медали международных армейских игр в танковом биатлоне. Попутно установили рекорд трассы по скорости и времени прохождения. Ботоц и Дыпов! Ну, красавец, друзья мои! Ну, слов нет! Мишени поражал Ботоц и Дыпов из Иравнинского района. А рекорды скорости устанавливал механик-водитель Иван Асеев из Тяхтинского района. Команда из России побеждает все семь лет соревнований. Хорошо, что здесь не проверяют на допинг. Да и все мы понимаем, что приказ командира лучше любых стимулирующих добавок. А объяснение этому фото в бурятском сегменте сети пытаются найти уже второй день. Лидер буддистов России опубликовал в Фейсбуке пост, где он сидит рядом с улануденским рэпером Хаски и писателем Эдуардом Лимоновым. 19 августа Эдуард встречается со своими поклонниками в Национальной библиотеке. Сам Хамбулама подписал фото как «Удивительная встреча». Комитет против пыток запустил проект «Русская школа йоги». В нескольких видеороликах известные люди демонстрируют те виды пыток, которые, по мнению авторов, до сих пор используются на практике. Это «Русская школа йоги», и сегодня я расскажу вам о распространенной практике подвешиваний. Теперь вам должны вывернуть руки и подвесить вас так, чтобы ноги не касались пола. Авторы проекта утверждают эти ролики для всех, потому что, по их данным, каждый десятый житель России сталкивался с насилием или угрозами со стороны правоохранительных органов. Но этот сотрудник полиции вряд ли кому-то навредит. Кроме нарушителей, естественно, спаниель по кличке Арчибальт накануне помог задержать молодого парня с наркотиками в центре города. Теперь о его подвиге знаете и вы. На этом новости сети все. Увидимся. Почти каждый второй житель России любит собирать грибы или ягоды. В разгар сезона Дикоросов ЦИОМ провел опрос среди любителей тихой охоты. Пять самых интересных фактов из этого исследования далее. Редактор субтитров А.Семкин Для тех, кого лучше альтернатива тихой охоте – шопинг, наш следующий сюжет из рубрики «Сфера интересов». А у меня на этом все. Спасибо и до встречи в эфире. Побаловать себя покупкой желанной шубы – радость. На выставке «Шубы на расхват» – фабричное производство, все изделия сертифицированные, на них действует гарантия. «Шубы на расхват» – это выставка, где торгуют не скидками, а шубами. А значит, цена порадует не только под заветным словом распродажа. А для тех, кто не планировал сразу оплачивать всю сумму, есть честная рассрочка без переплаты и доступный кредит без первоначального взноса. И как тут не удержаться от покупки? Приехал посмотреть шубу, большой выбор, очень красивые модельки, необычные цвета. Нужно брать. Создайте свой идеальный меховой образ здесь и сейчас. Теплые, облегченные, классические и современные модели трансформера и автоледи. Разные оттенки, размеры от 38 до 68. Всего более тысячи меховых изделий на одной выставке. И это не только шубы, а еще дубленки, парки, меховые жилеты и головные уборы. И главное, при покупке шубы на грандиозной выставке «Шубы на расхват» вы получаете шанс выиграть миллион рублей. В прошлом сезоне покупательница из города Юрга выиграла кроссовер, просто купив шубу. Приходите на выставку «Шубы на расхват» и пусть ваша шуба станет счастливой.